Санта-Крус Ну, и, значит, начали собираться, и социализм опаздывал. Ну, потом прибегает, и ему мужики говорят, ты что, опаздываешь-то? Он говорит, ты в очереди стоял за колбасой. Капитализм говорит, а что такое очередь? Коммунизм говорит, а что такое колбаса? Вот, и мы стоим, друзья, в очереди во французской бейкере. Она называется Келлис Бейкере. И я там сниму еще внутри, что у них на прилавочке. А мы просто, так сказать, проводим свой законный выходной. И захотелось нам булочки с кофе. Там не булочки, там такие пирожные. Пирожные. Я бы сказал, вкусные. Ради того, что там есть, мы готовы. То есть вы посмотрели. Да, да, да. Вдохновение. В общем, знаешь, сначала там булки лежат, там цыпленок какой-то. А потом проходишь дальше, и там уже марципаны лежат. Но очередь движется неплохо, да. У нас даже пирожные, очень была интересная тема, когда в Париже. И по улице, и по крайней мере, это кондитерская, 3-4-мест. И на законе это пирожная картошка. Это было что-то вообще невозможно. Света с советских времен тосковала по пирожному картошку. Вот это кошмары Парижа. Да. И здесь, если нечто крупное, я не думаю, что это картошка. Я думаю, что это что-то другое, но похоже чисто внешне. Но в память о том... О той картошке. Да, мы можем... Как вам, как вам Санта-Круз? Света, дай гостям поделиться. У них же первый... Вы первый раз в Санта-Крузе? Да. Ну, как Санта-Круз? А вы сгрутитесь. Вы считаете, так, чтобы у них тень не падала, чтобы... Вот там вот, чтобы тень была, не падала. Ну, тут, Светочка, не руководи. Так, говорите, как вам Санта-Круз? Очень понравилось. Здорово, потрясающая погода, побережье, пляж. Мы сходили, посмотрели, прогуляли. Замечательно. Народ отличается вообще здесь? Люди, которые ходят. Вы знаете, это настолько отличается от Москвы, что 10% в отличие между Силиконовкой и здесь мало ощутимо. Я понял, то есть... Но хочу заметить, что мы в прошлые разы, ну, как бы не в первый раз оказались, да? В Америке. Были, да, там на, как это называется, Атлантическое или Восточное побережье, так. С этой стороны в разных местах. И лично мне понравилось единственное место больше всего. Вот Лена скажет, как она называется. Это где-то там 100 миль от Лос-Анджелеса, где всегда... Вентура. Вентура. Вентура Каунт. Город Вентура или там Каунт? Это маленький город. И, собственно, как туда попадали, самолет после 12 с половиной часов лета приземляется, хватаем машину, не выспавшись, и надо где-то отдыхать, ну, поспать просто. Это первое место, куда, собственно, можно доехать и лечь спать. Мы просто выбирали так чуть-чуть проехать, и чтобы можно там остановиться. Вот, да. И мне там очень нравилось, с чем? Тихо. Так. Океан рядом. Так. Это очень нравится. Вот. И океан, он... Тепленький там. Да, теплый, и он чуть-чуть другой, то есть там вот где серфингисты собираются, там он с одной стороны мелкий, ну, то есть они там где ходят, там не глубоко. Второе, там большие волны, ну, относительно большие, я не знаю, какие должны быть большие, но те, которые я в своей жизни видел, они большие. Так. Вот. То есть не то, что на Москва реке там. Всегда обалденная природа, то есть мощь всего принимает, вот вы здесь находитесь все время, вы к этому привыкли. Первое, здесь белок столько же, сколько в Москве кошек. Вот. А в Москве раньше было много белок. В Измайл, всегда полно было белок. Вот. И второе, чего интересно, это то, что на местных елках, они, конечно, как-то по-другому называются, вот такие вот иголки. Типа сосны такие. Да, 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 да. И это... Шишки. Это очень... Ну, как сказать, необычно. И вот это нравится. Так вот, возвращаясь к этому, к тому, что я начал говорить, больше всего понравилась вот эта вентура, и вот это здесь, в Санта-Крус, абсолютно тоже, как сказать, ощущение. Морское, да. Это морское, обалденная природа, спокойные люди никуда не спешат. Никуда. Люди ходят по пляжу спокойно, кто-то бегает, кто-то доску за собой тянет. Вяло. Вот. Совершенно нету пьяных, никто ничего, ну, как бы, не делает противозаконного. Когда нету курящих, бонус очень сильный. Вот. Никто не бросает бутылки из-под газировки просто так. Вот. Ну, вот как-то так. То есть можно жить? Да, я думаю, что это лучшее место на земле. Вот мы, друзья, зашли уже в саму эту бейкери внутрь. Тут у них бейкери, это не просто торгуют, а это выпекают. Это у них, как бы, я думаю, если не все, то в основном это, как бы, их собственная продукция. А цены примерно вот там по 2 с полтиной, потому что вы видите. 2, 2, 53, 1,50. Вот эти печенья 1,25. И так далее. Вот там хлебушки красивые стоят. Там меню. Меню далеко. Я снимаю на камеру GoPro, поэтому делать ближе дальше не могу. Вот. Показываю, как есть. За 5,65, друзья, можно съесть цыпленочка. За 2 доллара вот такие пирожки. И вот такие красивые сердечки. Сердечки. За трешку буквально вещь. Можете на стенку повесить, а можете скушать. Ну и такой обычный набор. Фрукты порезанные, бутерброды. Вот слева пирожок такой в фольге, там 6 долларов, 5,75. А тут что с правой пирожок, это пятерка. Ну и дальше здесь тоже такие. Они побольше, поменьше. Вам их тут на месте подогреют. Если нужно подогреть, подогреют. Вот такие пирожки. Вот такие пирожки. Вот такие пирожки. Бутерброды. Вот и пирожные. Там по 5, по 4,50. Тортики по 24 доллара. Тут стекло запотело. Если вы видите, что изображение искаженное, это просто потому что вода. Вот эти печенья очень вкусные, очень сладкие. Во рту тают. А это German чай с Алэксандэ. Да. Вот видите, вкусные. И вот эти вкусные. Все вкусные. Да, друзья. Все на свете скушать нельзя. Понимаете? Это то же самое, как на всех машинах не переездишь, во всех домах не переживешь. На всех девушках не женишься. Вот. В этом смысле, конечно, с пирожками легче. С пирожками легче. Эклеры. Это, друзья, кофе, латте. Это мы взяли два иклеточка. И это... Ну, вы сами видите, это прикольное пирожное с клубничкой. Это просто кофе-американа, который, видимо, уже ребята залили молочка. Мы ждем поступления остальных предметов. На раздаче нам выдали номер 9. Это значит, что когда будет готово все остальное, а мы там еще супчик заказали и бутербродик, в общем, нам тогда поднесут вот по этому номеру. Вот это, друзья, бутербродик. Видите, тут бутербродик с картошечкой, гамбургер, да, огурчик соленый. Еще мы взяли супчик. Еще у нас кое-у-кого есть салатик. Называется Цезарьский. Да, Caesar Salad. Ну и вот, собственно, остальное все вы видели. Спасибо.